всем привет с вами артур орлов наконец-то я выздоровел хотя по голосу еще не скажешь но чувствую себя отличной и это не тот вирус о котором а вы подумали и так сегодня понедельник 5 октября через три дня ровно год моему каналу и я зарегся о том что на этой неделе я выпущу сразу три новых видео и соответственно буду пробовать новые форматы первый формат это готовка на самом деле это не такой уж и новый формат потому что год назад когда я был в одессе вместе сырой мы готовили интересные блюда если вы не смотрели то ссылочка здесь подсказках обязательно посмотрите может быть что-то понравится и приготовите сами сегодня я бы хотел с вами поделиться одним рецептом который я посмотрел у лёши грилькова и это запеченные пельмени многие пробовали обычные пельмени в смысле сварить поесть отличненько со сметанкой дальше есть у нас жареные пельмени под пиво отлично заходят в некоторых заведениях готовят прям шикарно ну а кто-то даже жарит дома сегодня это будут запеченные пельмени и для этого мне понадобится сливки 10 процентов сыр бутербродный 6 штучек сливочное масло граммов 100 дальше у нас идут шампиньоны их должно быть в два раза меньше чем вы берете пельмени и соответственно главный ингредиент это пельмени пельмени курины почему потому что шампиньоны сыр сливки курица все это отлично сочетается если вы возьмете пельмени какие-то другие будь то пельмени с говядиной или пельмени из свиного мяса будет ну не так а вот куриный заходят прямо на ура но самое главное не берите самый дешевый потому что получается дешманский вкус эти пельмени заходят на ура ну и во вторых есть выраженный вкус курицы которые не перебиваются вкусом теста самих пельменей которые сочетаются в этом блюде просто на ура первую очередь нам понадобится приготовить шампиньоны их нужно будет обжарить не затушить а обжарить я рекомендую как и лёша грильков брать небольшие я беру всегда средний и режу их на четвертинки для того чтобы они отлично обжарились и не отдали лишнюю влагу на самом деле шампиньоны могут быть как белые так и коричневые вы можете использовать и другие грибы которые вам нравятся здесь уже дело вкуса шампиньоны готовы к жарке разогреваем сковородку с добавлением масла я бы посоветовал не жалеть масло потому что шампиньоны впитывают его в себя и соответственно начинают тушиться а мы должны именно их обжарить поехали для начала обваляем все шампиньоны в масле после чего оставляем их поджариваться можно немножко уменьшить огонь грибы обжариваются уже около четырех минут и как вы можете заметить никакой влаги только грибы и соответственно масло и так прошло около девяти минут грибы дошли до полуготовности вместе с маслом мы выливаем все сотейник которым это будет все тушиться сковородку мы возвращаем обратно на газ добавляем немного сливочного масла мне так нравится намного больше далее для того чтобы она не сильно у нас горела добавляем еще подсолнечного и растапливаем все это масло ну и далее будем обжаривать или менее мне хватит 400 500 грамм начинаем жарить пельмени доводя их до золотистой корочки на большом огне с большим количеством масла пока жарятся пельмешки можно открыть сыр сыр может быть любой на ваш вкус и на ваше усмотрение эдам гауда чеддер все что вы любите можете использовать можете использовать не бутербродный сыр а обычный сыр просто нужно будет его натереть на терке можно на крупной можно на мелкой запахи стоят просто отличный как и сказал нужно их довести до полуготовности обжарить с каждой из сторон один прям выпрыгнул сковородки и могу сказать о том что можно есть прямо вот так вот но будет вкуснее и так пельмешки также отправляются грибам сковородка нам не нужно сейчас нам нужно приготовить сырный соус для того что приготовить сырный соус нам понадобится сотейник далее 50 граммов сливочного масла отправляем масло сотейник и растапливаем его на среднем огне после того как масло растопилось добавляем пол столовой ложки муки что-то типа бешамеля но здесь немножко другая будет технология сейчас все увидите убираем на самый маленький огонь сливки 150 миллилитров комнатной температуры сливки понемногу вводим далее необходимо на медленном огне все это превратить в однородную массу и сюда мы вводим сыр лучше его порвать на маленькие кусочки для того чтобы он быстрее растопился пока здесь последние кусочки сыра растапливаются нужно добавить соль и перец обязательно обязательно пробуйте то что вы готовите потому что лучше сейчас приправить как следует вкусно-вкусно но сладковато и так соус готов и и сырный соус мы отправляем грибам и или мешка теперь всю эту красоту нам необходимо перемешать как и в прошлые разы соус у меня получилось намного больше чем в рецепте оригинал но я люблю сырный соус и прямо сейчас этот сотейник отправляется в духовку при 180 градусов на 15-20 минут ну а перед тем как я попробую эту вкуснотень потому что я знаю что это вкуснотень я хотел бы вас попросить отреагировать на это видео поставить лайк если вам понравилось поставить дизлайк если вам не понравилось ну и в комментариях написать что именно понравилось что именно не понравилось и соответственно можете туда накидать а идей на то что мне приготовить ближайшие дни обязательно подпишитесь на канал для того чтобы не пропустить новые видео как я сказал три новых видео на этой неделе новые форматы и посмотрим что заходит вам намного больше ну а прямо сейчас давайте все это пробовать перед тем как это попробовать это нужно обязательно все еще раз перемешать пахнет это прямо великолепно порцию мне с грибочками соусом вкусными куриными пельмешками вот так вот это выглядит запах просто шикарный грибы сыр курица самое идеальное сочетание ну и пора пробовать как я и говорил я ни на секунду не сомневался в том что это получится вкусно во-первых это правильные ингредиенты во вторых они дополняют друг друга хрустящие грибы идеальный сырный соус но и соответственно пельмени которые и не вареные и не жареных это что-то среднее потому что мы их поджарили потом они немного затушились на самом деле это блюдо готовится немного быстрее если у вас есть полноценная комфортка вы можете здесь жарить грибы здесь жарить пельмени и соответственно сразу варить соус и тогда время приготовления сокращается где-то вдвое у меня пока одна газовая плита поэтому получилось немножко долго но как я и сказал это того стоит но если тебе интересно какие еще два новых формата я решил внедрить на свой канал обязательно подпишись на мой инстаграм я там провожу опросы конкурсы выкладываю backstage ну а также много всего интересного всем приятного аппетита и пока